Чао, дорогие мои, с вами передача «Утренняя почта», ее почтальон Валерий Утройсин, а у нас же гость Дамир. Привет. Дамир, почему ты так интересно, где ты вообще находишься? Потому что ты меня поймал в самом интересном месте в Черногове. Ты всегда неожиданно из-за угла, как выскочишь, как скажешь, а давай запишем утреннюю почту. В общем, я просто сегодня взялся в соревнованиях. Старса была в спринт, то есть это быстрый вода, быстрый велосипед и быстрый бег. О, замечательно. Замечательно, то есть я тебя вырвал буквально после финиша. Ты же всех выиграл? Почти. Это хорошо. Почти. Все мандалиберы гордятся твоими. Кстати, это место называется Мальчика. Я про него не знал раньше. Такой тут прикольный пляж. Если что, ребята, приезжайте. Беломурненько здесь. Хорошо, у тебя иногда почему-то только хуже слышно, вот сейчас стало хорошо слышно. Да, это, видимо, ветер был. Это был ветер, говорю, через Шумадав. А, понятно, Шумадав — это ветер иссякает и немножечко. Ну, вернемся к более традиционным вопросам. Расскажи о себе, где живешь, кто по жизни, чем занимаешься. Всем привет, меня зовут Незнайка, мне вам балалайка. Так, ну, я Дамир, меня, наверное, уже почти все знают, кто в нашем сообществе. Мы надеемся, что кто-то будет подключаться новый к передаче. Я Дамир в телеграмме как Good Job Master. Найти меня можно. Живу в баре, в баре, где наш, как бы, костяк, Монтелиберовский. Вот. Что еще ты спрашивал? Чем занимаешься? Что по жизни? Бавим спортом, триатоном. Ну, я тут, короче, строился. Я в России занимался юриспруденцией. Активно очень. Я судебный юрист такой, знаешь. Моя жизнь — это спор, это конфликты. Ну, в общем, это консалтинг. А здесь я, естественно, не смог этим заниматься, потому что нет точки приложения усилия. И поэтому ушел в финансовую отрасль, как сказать. Помогая финансовые потоки, финансовым потоком переваривать через границы и из рук в руки переходить. Из валюты в валюту. Да, это очень важная сейчас деятельность. Я думаю, каждый... Спасибо, что сказал, да. Миниалы называли. Да. Рик, это... Любой ревакант сталкивался с необходимостью. И на самом деле вот я, как часто пользующийся такими услугами, очень рад, что есть люди, которые заморочились, выстроили все эти вот цепочки. И можно достаточно легко вывести деньги откуда надо и привезти их туда, куда надо. Да, тут можно ведь посмотреть с двух сторон. Первая сторона, конечно, да, мы на этом зарабатываем, но это как скорая помощь кому-то вот надо здесь и сейчас. И не хочется там думать про безопасность, про риски, про кошельки, про транзиты денег, про банки и прочие-прочие вещи все. Кроме того, мы, естественно, пробуем эти все вот пути, как бы одни из первых. Щупаем, где мины, где нет миль. А потом уже рассказываем. Можно вот так делать. Кто хочет, ну, естественно, надо потратить для этого знания и время, и силы, и нервы. И все, в принципе, можно сделать самостоятельно. Вот. Почти все. А во сколько у тебя начинается утро обычно? Вот зря ты меня спросил. Потому что я не знаю, что тебе сказать, потому что последние вот... Хорошо, мы берем прямо сейчас или, скажем, в среднем? Давай, сегодня во сколько началось? Короче, последнюю неделю у меня получилось хакнуть систему. Я стал засыпать до девяти вечера. Наверное, это чувствуется, потому что после девяти я в Телеграме уже не отвечаю никому. Потому что я сплю, как правило. И, короче, если ты засыпаешь в девять, ты просыпаешься в четыре утра. Ну, понимаешь, да? Да. И все, и у тебя начинается нормальный, продуктивный день. Тишина, покой, пока все спят. Ты делаешь какие-то дела, работу там тихонечко. Кость спьешь, гуляешь. Ну, в общем, как просто так. Да, я тебя понимаю. В последние два года я был очень рваный, бешеный режим. Я даже спортом не занимался, потому что не было времени на это. Но вот сейчас все вроде бы, жизнь налаживается. Что ты ешь на завтрак, пока тебя никто не трогает в четыре утра? Чаще всего я ничего не ем. Потому что на завтрак есть вредно, если... Ой. Если, короче, необходимости нет, я ничего не ем. Лучше я пью кофе. А на завтрак я могу съесть как бы что угодно. Могу съесть и холодец. Могу съесть котлету. Могу съесть овсянку. В общем. Здоровый организм все переваривает. Ну да. Но, как правило, это яйца, омлет, всякий там сырчик. Жар. Хорошо. У нас редкая рубрика «Интересные факты передачи», потому что это видео будет в 200-м на канале МТЛ-ТВ. Такой небольшой юбилей. Классно. Давай тогда покажу сразу медаль. Чтобы все... О, давай, давай, похвастайся, конечно. Чтобы поверили, что я вам не говорил. Вот, пожалуйста. Видно? Замечательно. Очень хорошо видно. Финишировал в триатлоне. Это среди пенсионеров я был предпоследним. Так что у нас... Тут, короче, я рассчитывал, что группа 40+, это, знаешь, такие пенсионеры, которые вот... Ну, а не пробежать ли мне триатлон, знаешь? Я такой, хоп, это самое быстрое. Оказалось, это легионеры. Это реально звери, просто это мужики. Ну вот, допустим, у меня время час 07, а лидеры, тридерсы, это 40-летние, они пробежали раз за час. То есть 7 минут, разница, это огромная праздница на такой дистанции. Утерли мне нос. У них, наверное. У них, наверное, у всех есть татуировка, это Iron Man, там, на латышке. Наверное, да, да. Кастер. Но кроме спорта, чем занимаешься сейчас в Монте-Либера? Слушай, в Монте-Либера, ну, мы попробовали судейскую тему сделать. В принципе, у нас это состоялось, я считаю. Методика есть определенная разбора споров. Понятно, что не всем сторонам нравится, как споры разбираются, но у меня подход такой, что спор должен быть разобран так, чтобы решение было понятно. То есть оно, понятно, что может быть неприятно для одной из сторон, но оно должно быть тактически выверено и понятно, персонально. Ну, по поводу судов, у меня еще много там дальше вопросов задали и предыдущий участник, и интересовались зрители. Пойдем дальше. Что запомнилось из последних событий? Ну, кроме триатвона сегодняшнего. Слушай, тут, по-моему, к нам приезжал, вот я сегодня смотрел ленту, оказалось, приезжал какой-то человек, который писал книжку «Государство 2030», да? Да, Алексей Шустов. Да, и вот я в машине ехал и начал с ним смотреть даже как бы YouTube. Потому что я про некоторые события это узнаю чуть позже, чем надо. Нет, ну, фест, понятно, что в том году это круто, это прям знаковое событие. Ассоциация рождена и организовывается дальше, это тоже хорошо. Я поддерживаю эту тему. Хорошо у нас работают наши фонды благотворительные, там, 33 фонда. Благотворительные и не очень. И не очень благотворительные. Иногда я вижу, что инвестиции получают стартаперы. Вот это вот самое крутое, наверное, что может быть, потому что в сообществе нужно больше предпринимателей. Нужны люди, которые это создают себе и другим рабочим места. То есть эти люди — это как бы скелет любого сообщества, и нам они нужны еще, 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 еще. Да, про это у меня тоже будет вопросик заготовленный. А теперь рубрика «Факты о либертарианстве» от Анкоптян. Первая работа, описывающая анархо-капитализм, была создана в 1849 году. Более чем за век до изобретения самого термина. Это было эссе «Производство безопасности» бельгийского экономиста Густава де Малинари. Надеюсь, правильно сказал. Интересно, я не знал об этом. Так, а что мне делать с информацией? Ну, это я для зрителей почитал, ну и ты узнал, интересно. Нет, я как бы, я знал, что либертарианцы, они все из Австрии вышли, там же школа была, да, экономическая. Ну да, да, это австрийская школа. Обосновала возможность и необходимость жить без налогов. Будем говорить так. Ну и вообще с минимальным вмешательством государства в рыночек, и тогда рыночек всех порешает и будет всем хорошо. Да, да, да. Надеюсь, мы доживем до этого момента. А, ну продолжим. Чего тебе сейчас не хватает? Слушай, мне не хватает свободы перемещения. То есть я чувствую, что у нас очень много проектов, даже в сообществе, которые требуют активистов перемещаться от них через границы. Мы тут пока немножко закрыты. Черногория. Ну, это не прямо, знаешь, не такая острая проблема, которая душит. Нет. Мне кажется, она решаемая через разные там ВНЖ, Кажетангстер и прочие вещи. И просто я как бы чувствую, что пора переходить к ее решению. Уже на повестке дня она. Это тема. В основном все прекрасно, все хорошо здесь. И у меня есть все... Полностью тебя поддерживаю. Это как-то государственные границы душа там молодой, либертарианской, разорождающейся общества. Да, да, да. Будем с ними активно. Будем их активно преодолевать. Нам нужны какие-то пропуски, которые, типа, показал на границе. Ну, я либертарианец и все. А вопросов нет, ехали, конечно. Вопросов нет, да. Следующая рубрика. Эксклюзивный вопрос от идущего, то есть от меня к тебе. Я у тебя очень хочу спросить, расскажи, как ты занимаешься спортом, что это тебе дает, зачем участвуешь вот в таких соревнованиях? Как бы попроще это сказать. Попроще сказать, что смотри, спорт – это противоядие, на самом деле. Это противоядие против стресса. В целом, это главная причина, по которой я после паузы двухлетней вернулся. Ну, это как ты знаешь, что у тебя есть лекарства, и все равно ты без него никак не можешь жить дальше. То есть тот темп жизни, который у меня, я думаю, что и у тебя, как бы такое же, судя по количеству твоих активностей, перемещения там из чата, из проектов, в проект. Я вот, у меня было время, в течение двух лет, когда я сбавил все занятия, тренировки, почувствовать, что такое быть в высоком темпе жизни, но без спорта. Это жесть. Я не знаю, как выживают люди, которые не занимаются спортом и живут в высоком темпе. Это тяжело очень. Мне кажется, это разрушает, и надо как бы стравливать пар, который накапливается. Тут же все очень просто. Человек – это кожаный мешок, который эволюционировал за сто тысяч лет. И вот эти последние сто лет, которые мы живем в нашем высокоинформационном потоке жизни, они как микросекунда. То есть наше тело, оно придумано немножко для того, чтобы гормоны стресса выкидывались на физическую активность. Они были с ней рядышком. То есть ты бежишь либо от кинозавра, типа за оленем, в общем, у тебя проработает все это. Вот кортизол, да, ты его как бы забил, ты его съел, все круто. Либо он тебя не съел, не назовет. Вот. А в жизни этого сейчас нету. Поэтому надо вот и бегать. Ниназавра сейчас у нас это виртуально, это какие-то цели в бизнесе, в карьере, там еще какие-то какие-то проекты. И мы к ним бежим виртуально, а не ногами. То есть получается, что есть стресс, но нету точки как бы сброса, точки выхода. И я просто, я сочувствую людям, которые целый день вынуждены работать с играми, общаться, вести какие-то споры, конфликты, и при этом не имеют возможности выйти и это все выплеснуть. Мы только что послушали рецепты борьбы со стрессом от Дамира. Кому интересно, можете обращаться за личной консультацией. Есть вообще мысли, да. Есть желание сделать клуб спортивный в баре, триатлонный, поскольку его нет. База у меня уже есть. И все. И буду популяризировать вело-спорт, плавание. С радостью. Молодец, ждем. Следующая рубрика дня, это слово дня на Черногорске. По-черногорскому тебе, наверное, будет просто... Ты же хорошо по-черногорски говоришь? Ну, я стараюсь его не забывать, да. А, ну, значит, точно легко было. Я говорю слово, ты говоришь, что оно по-русски значит? Трцати. 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 Значит, я даже неправильно. Трцати, хорошо. Бегать. 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 Трчам от утра. От утра. Правильно сказал? Трчам от утра. С утра, да. Да, я бегаю с утра. Вот. Правильно. Замечательно. Если что, за консультациями по-черногорскому, тоже можете к Добиру обращаться. Который сильно лучше меня. Черногорский, да, это вторая тема, которая необходима, я считаю, заниматься здесь. Ну, поскольку, блин, это просто как снять костыли и нормально ходить уже здесь в обществе, потому что все равно большинство, ну, коммуникаций, которые оффлайн, вот здесь, они идут на черногорском, либо на английском языке, да. То есть надо либо тот, либо другой язык знать. И мне почему-то, хоть я английский, ну, я знал, я занимался там на ком-то там, может быть, там, B1 у меня уровень, не знаю, но здесь мне вообще не хочется интересоваться. У меня почему-то вот ближе славянско-черногорский язык и интуитивно, и вообще, ну, вот так вот. Вопрос от предыдущего участника. Тут прям два будет, я по очереди их задам. Как оцениваешь работу МТЛ-суда и свое участие в нем? Ты частично уже сказал, но, может, более развеян. Работа МТЛ-суда на 4 с плюсом из 5, все отлично. Из того, что, ну, всего 4 кейса было или 3, поэтому, ну, маловато, конечно, для оценки, но пока все нормально. Тут сейчас пока такая ситуация, что, конечно, нужна там кодификация, нужно там пряточки методов, это все, но опять из меня корм, да. То есть, конечно, есть количество споров, да, кейсов, и есть необходимость прорабатывать методы. Если, зачем, допустим, тратить кучу энергии и сил на кодификацию, на методологию, если там, ну, кейсов раз-два и обчелся. То есть тут надо, чтобы синхронно шло, как бы, вложение сил сообщества и сообразно тому, что есть спрос на услуги этого органа. Ну да, оно органично, как бы, вырастет, параллельно будет и дела, это разнообразие дела расти, и, соответственно, под эта база будет готовиться таким же образом. Да, чтобы культура, как бы, развивалась у людей, если, допустим, какой-то спор, что можно прийти в суд, его там решить, что это не что-то позорное, да, ой, там, подал в суд, ой-ой-ой-ой-ой, ну это, у нас при суде вообще должен быть клан медиаторов, да, которые, ну, такие тайные посредники, которые могут без публичности сесть за один стол с двумя сторонами и помочь им его решить. Их, 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 спор, вот, такая еще тема. Хочу сказать, это по секрету, что я в одном таком кейсе принимал участие, и вроде как, ну, в общем, в итоге до суда не дошло, по крайней мере, ну, до суда не дошло, вроде как стороны разошлись, учитывая, что суд, это, в общем, достаточно емко по времени, по затрачиваемым усилиям, мне кажется, получилось лучше, чем если бы это все в суд вышло, вот, ну, раскрывать я стороны не буду, вот, надеюсь, что она так остается. Ну, понятно, да, раз это была медиативная процедура, то, конечно, все в тайне. Да. И дальше вопрос, видишь ли возможность интеграции МТО суда с сообществом вне проекта, вне проекта Монтелибера для, например, составления черных списков должников, мошенников и так далее? Конечно, да, конечно, да, потому что у нас есть смысл сообщества в том, чтобы работал институт репутации, естественно, чтобы он работал, то нужна, как бы, история кейса человека. То есть, понятно, что кто-то готов ее раскрывать, кто-то не готов, это личное дело, и мы не можем настаивать, это же будет, ну, нарушение НАП, но с другой человек, человек, который хочет активно быть в деловой среде, да, который хочет заниматься бизнесом и ищет контрагентов, которые, как бы, надежные, естественно, он о себе репутацию раскроет, потому что, ну, как, ты хочешь выйти на поле, да, так тогда представься, другим, понятно, что... Да, да, да. А честность лучшая политика? Или как такое, как-то выражение есть. Абсолютно нет. Аванс лучше, лучше грандика. Что это? Договор лучше, чем письменный. Ага. Так, следующая рубрика вопрос. Нет, договор можно любой. А, окей, ага. Можно в виде устных, как бы, сообщений, которые не стерты, и уже все ок. Я не, вот знаешь, я не фанат этой темы, там, значит, договор, там, это абзацы, пункты, параграфы. Договоры вообще я делал для некоторых из трех строчек. То есть ты не переписываешь те нормы, которые уже есть. Ты просто пишешь именно, это как бы специальные вещи, о которых стороны договорились. То есть, когда закон дает возможность устанавливать что-то, и стороны решили это сделать не по десолту, а как-то вот по-особенному, это и пишется в текст этого договора. Да. Ну, это просто один из методов. Да, я согласен, что договор, главное, чтобы он был. Это не надо там большие тексты писать. Достаточно, чтобы он раскрывал суть о том, о чем стороны договорились. Следующая рубрика, вопрос от гостя к ведущему. Спроси меня что-нибудь. У нас «Утренняя почта» — это самая крутая передача на МТЛ-ТВ. Или есть еще круче? Это, безусловно, самая крутая передача. Я-то так и знал. На МТЛ-ТВ. Мне она очень нравится. У нас есть еще цикл «Анкапошная», который тоже не сидит без дела. Вот на нем как раз выйдут несколько интервью или интервью, какие-то разговоров как раз с Алексеем Шуставым. Я думаю, будет очень интересно. Также огромное количество материалов, которые вот до этого было записано, знакомства и так далее. Жалко, что прекратилась эта серия. Но, тем не менее, новый человек может прийти и очень много информации получить из тех передач, которые были записаны до этого. Ну и, конечно, ждем, когда появятся еще новые передачи, чтобы у нас прям вот большое такое телевидение получилось, чтобы можно было смотреть с утра до вечера, не отвлекаясь на важные дела, просто погружаться в жизнь сообщества. Вопросы от зрителей. Алексей спрашивает, чего не хватает сообществу Менте Либера для того, чтобы в него гораздо активнее вливались именно предприниматели? Очень перекликается с тем, что ты говорил. Ну, кажется, я знаю, какой Алексей это спрашивает. Слушай, что необходимо сообществу? Ну да, то есть нам надо привлекать предпринимателей. Вот что нам надо добавить в сообщество, что нам надо предложить, чтобы к нам предприниматели именно шли и присоединились активно? Да, смотри, предприниматели всегда решают свою цель. То есть если они не идейные либертариалцы, то они куда-то ввязываются, как правило, только тогда, когда они видят в этом выгоду. То есть если предприниматель для сообщества, он должен видеть всегда рынок сбыта. Дополнительный. Ну, площадку, маркетплейс, не знаю, что-то еще. То есть типа как бы верифицированный сообществом предприниматель с выкладкой его товаров и услуг на внутренний маркетплейс, это для него дополнительный поток клиентов. Ну, как-то так. Ну, то есть что члены сообщества, они покупают услугу его в таком теплом режиме, в ламповом. То есть они знают, что уже ее немножко проверили, пощупали, что это там не тухлятина, что это работа качественная, понимаешь? То есть это как бы, ну, типа знак качества, что ли, вот так вот. Ну, это все тоже это, сеть вот это доверие, которое разными способами пытаемся выстроить в сообществе. Да, да, да. У нас уже этот элемент есть, то есть элемент дополнительного доверия в сообществе есть по сравнению с, ну, просто открытым космосом. Поэтому вот только это, пожалуй, и можно использовать. Ну, что мы еще можем дать? Мы же не можем сказать, что вы, какой у нас, это как бы классный бренд Монты Либера, давай вот из-за него, пожалуйста, к нам вступай. Нет, конечно. И мы можем быть, как правило, предпринимателю. Ну, еще кому-то нужны инвестиции, как бы стартапы. Это номер два точка. То есть, первое, это спрос. Второе, можем какие-то там подкидывать им в Ливане, если они им нужны. Ну, все, наверное. То есть, идеология, очень архивно манишь. Ну, может, еще нетворкинг какой-нибудь тоже с другими предпринимателями, мне кажется, тоже важно. Да, 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 да. Потому что у нас же они есть, и мы тоже можем дать что-то внешним предпринимателям. Ну, я все записал. Хорошо, будет небольшая инструкция и доработка. Стас спрашивает, насколько безопасна Черногория для ведения бизнеса сейчас? Смотря какого бизнеса. Нужна конгредиция, потому что, ну, бизнес, вот, допустим, сдача лодки в аренду, бизнес, да, построить завод по производству там щебня, тоже бизнес. Открыть парикмахерскую, тоже бизнес. То есть, тут все надо смотреть по ситуации. Конечно, и безопаснее всего заниматься тем, что здесь не прямо на каждом шагу. То есть, чтобы в тебе не видели, а, приехал тут, понимаешь, ушлый какой, да, еще одну кофану открыл, мало у нас кофан, да. Поэтому надо что-то делать, что приносит пользу. Вот как бы это глупо не звучало, Павсан, да, пользу для Черногории. И вот с ее укладом в стиле жизни. Недавно смотрел по Балканям, да, есть такое у нас? Да, есть. Это не реклама, просто я говорю. Вот он рассказывает очень тонко, он говорит там про душу Черногории, что Черногория, она как женщина. Почему люди приезжают и уезжают, почему не вписывают совместные какие-то вообще рамки. Вот я считаю так же, как он, что страна, микространа, микространа, у нее более высокие требования, вот как бы к твоему указанию здесь. Сюда нельзя притащить, это не мои слова, сейчас я его как бы цитирую, просто это срезонировало, да, со мной, что да, нельзя притащить глобализм. То есть построить что-то, чтобы там штамповать продукт, масштабироваться там, тиражироваться, в общем, не отспорить, если послать. То есть сюда можно перенести крафтеру, да. Белка штучная, индивидуальная, какое-то такое вот производство услуги и товаров. Вот и все. А крупным пускай Китай занимается. А эта страна просто не предназначена для крупных. Смотри, тут нету логистики, да, тут только море из всего. Узкие горные дороги, да, что тут еще, нефти нету. То есть страна для отдыха, для рекреации, для лечения, а не злая. Вот какие-то технологии, связанные с лечением каким-то, да, ну, мед, медтех, супер вообще, здесь будут заходить. Пожалуйста, сейчас открылась, значит, клиника А3 у нас, что-то мы говорим, да, рядом с баром. Там клиенты постоянно есть. Вот я как не заеду в клинику, там постоянно люди, причем большинство, это русские, но уже есть и черногорцы. Они поняли, что можно лечиться и даже успешно. Да, они верят, что русский лечится, значит, ну, почему бы нет. Что-то интересное происходит еще. Личное событие, гостя, расскажи, чем хочешь поделиться. В смысле, которая свежая какая-то или... Может, не свежая, может, просто, которая запомнилась, вот так на ум приходит. У меня трое идея, у меня три дня рождения в году, плюс день рождения в жизни, поэтому... Ну, недавно был день рождения маленькой Ани, вот, 9 апреля, потом сына 21-го, то есть у меня апрель, это такой весь Родженданский месяц был. Весь год копишь деньги на подарки, наверное, к апрелю. Ну, да, я сразу забываю, я знаю, что апрель, как бы ничего, у меня в копилочку не накопится. Предложи, кого бы ты хотел видеть в следующем выпуске. Подожди, я просто не помню, кто был, то есть я не знаю всех, кто был. Ничего страшного, но если назовешь, кто был, так заменим... Прошло, что придет в голову, да? Да. Так, ну-ну-ну, ну давайте Олю Старикову посмотрим. Ага, хорошо, и какой бы вопрос, да, какой вопрос бы ты ей задал? Оля, что будет дальше? Что будет дальше, как дальше жить? Практически повторяешь это, вопрос Ивана, как жить, и где-то жизнь. Ну, и где-то жизнь, ну, наверное, да. Ладно, хорошо. Следующая рубрика Call to Action. Призови людей делать что-то, что ты сейчас считаешь важным? Я призываю людей заниматься собой. То есть, фокус внимания на себя. И психологически, и физиологически, в общем. то есть, починить себя во всех отношениях. Вот если в Fallout кто-то играл, да, там есть персонаж, которого ты прокачиваешь, ну, разные как бы скиллы ему делаешь, да? То есть, у всех на старте одинаковое количество, ну, поинтов, там, 10-го моего. И ты их можешь распределить по разным качествам. Соответственно, мы этим всем и как бы занимались, да, с юности кто-то осознанно, кто-то неосознанно их как бы раскидывал на, по шкале. Вот сейчас время, чтобы посмотреть еще раз на себя, на свои поинты, скилы. Мы сейчас в новом месте, в новое время, я считаю. И, возможно, смысл есть перекинуть какие-то поинты следового, как бы скилла, который не нужен вообще на другой, какие-то, как бы заработать. Такое вот время немножко переремонтировать себя, да? Замечательный призыв, поддерживаю полностью. А также призываю подписываться на этот канал, ставить лайки этому видео, мне кажется, замечательное просто видео получилось. Пишите комментарии, пишите, с чем согласны, с Дамиром, с чем не согласны, пишите ваши вопросы для следующего гостя. Ну, а мы прощаемся с вами, увидимся в среду. Чао. Пока-пока, чао. Такой насыщенный, прям.